Два месяца назад у известного хирурга Евгения Кулакова пропала 17-летняя дочь Валерия, студентка медицинского колледжа. Евгений Петрович назначил детективу Игорю Петровичу Лукину встречу. Ну а вы сами-то как думаете, что с Лерой могло случиться? Может быть ее похитили, но за это время к нам никто не обращался. Я дал объявление в газеты, обещал награждение. Ну может она просто из дома сбежала? Ну может там ссора какая-то, я не знаю, может из-за мужчины? И что, не давала себе два месяца знать? Нет, это на нее не похоже. Поговорив с клиентом, детектив позвонил завучу медицинского училища Фаине Зименковой и договорился с ней о встрече. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Лукин, меня зовут Игорь Петрович, я частный детектив. А вы насчет Валерии Кулаковой? Да. Скажите, пожалуйста, Фаина Юрьевна, не могли бы вы мне рассказать про Валерию, что она за девочка? Ну, очень интересная девочка, умная, способная, но правда немножко диковатая. Лера в тот день была дежурная по колледжу, мы с ней последние выходили, помахала мне рукой на прощание и все. Больше ее никто не видел. Скажите, Фаина Юрьевна, вот ваше мнение, что могло произойти с ребенком, а? Не знаю, я правда не знаю. Вам бы лучше поговорить с нашим директором, он знаком с семьей Кулаковых. А где его найти? Он на совещании в городе. Понятно. Ну что ж, тогда вам еще один вопрос. Я смотрю, у вас в колледже в основном девочки учатся. Может, бывает у них романа? Ну, с преподавателями, знаете, там, ну, возраст такой. Что, барышни, по этому поводу-то, ну? Это вы точно в цель попали. Девочки-подростки, сами понимаете, ну, ничего такого, только глазки строят так, в рот заглядывают, каждое слово ловят. Ну и все. И кто же фаворит? Ну, явных лидеров у нас нет. Ну, млеют от Иванова, основы хирургии, а директора, кстати, нашего. Ну, еще был педагог по латыни, но он уже уволился. Простите, мне пора. Угу. До свидания. До свидания. Вы, директор, друг семьи, вот и разбираетесь. Да я знаю, что говорить, а что нет. Не переживайте, я все понимаю. Ничего. Пока ничего. Вот это и есть Валерия Кулакова, та самая девушка, которую нам предстоит найти. На следующий день в офис детективов пришел Евгений Кулаков. Здравствуйте. У меня совершенно потрясающая новость. Вот сегодня утром из ящика почтового достал. Что это? Это письмо от Валерии. От Валерии, понимаете? Валерии? Да. Не волнуйтесь за меня. У меня все хорошо. Так будет лучше. Знаю, что вы переживаете. Просто не волнуйтесь и все. Значит, она жива? Ну, уже то, что она появилась, это хорошо. Лед тронулся. Ну, вы и следуете. А сейчас меня ждут в больнице. Всего доброго. До свидания. Я вам позвоню. Я понимаю. До свидания. До свидания. Ну, вот видишь, хоть какая-то информация. Ну, и что удалось выяснить? Игорь Петрович, я проверил штамп. Почтовое отделение находится на улице Чайковского, дом 8. Угу. Улица Чайковского. Я вот читаю дневник Валерии. Тут она пишет про какого-то Ивашенко. Какой он интересный молодой человек. Все в этом роде. А живет он как раз на улице Чайковского. Надо бы проверить этого Ивашенко. Детективы выяснили, где работает упомянутый в дневнике Валерии Илья Ивашенко. И приехали к офису, в котором он работал. А что еще Валерия написала про Ивашенко в своем дневнике? Да ничего особенного. То есть они там познакомились на вечеринке. Кто он познакомил? Зодиака. Всякая девчащая дребедень. Понятно. Здравствуйте, мы детективы и... Опять насчет Валерии. Я с погорными расспросами о ней. Меня уже сто раз допрашивали в милиции. Понимаете? Я восемь раз на допросе уже был. Мне нечего больше сказать. Мы увиделись всего два раза с ней. Два. Понимаете? Значит, она не знает, где вы живете. Нет. И никогда у вас дома не бывало? Нет, нет, конечно же. А когда она вам сказала, что она беременна? Что? С чего вы? Оставьте меня в покое, в конце концов. А я не знала, что она беременна. Да я тоже. Что за... Не нравится мне эта Ивашенко. Надо за ней понаблюдать. Я должен точно знать, была у нее связь с Валерией или нет. Лукин приехал поговорить с директором колледжа. Детектив застал в кабинете Вячеслава Баринова и его жену Ингу. Скажите, пожалуйста, вы сами-то что думаете по поводу Валерии? Что могло с ней случиться? Вы знаете, мы просто думали, что девочки уже больше нет. Да. Потому что, ну, шутка, два месяца. Столько случаев. Так что, когда отец сегодня сказал, что получил от нее письмо... Может, теперь наконец-то найдется? Ну, правда, непонятно, где она и с кем. Как вы думаете, могло быть такое, что Валерия была влюблена в кого-то из преподавателей? Валерий, преподаватель хирургии и другой преподаватель... Ну, 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 преподаватель хирургии, только что женился на седьмом небе от своей молодой жены. А что касается Марка Спицына... Марк Спицын потрясающий, очень милый парень. Ну, а вы понимаете, есть такие, которые готовы прыгнуть в любую постель. А есть такие, о ком такого никогда не скажешь. И вот Марк Спицын был из второй категории. Никаких романов. Хорошо. А почему он уволился? Трудно сказать. Жене его что-то не нравилось в город, она уехала. И он следом устроился в школе, там преподает языки. А когда это было? Вы знаете, примерно в то же время, где-то через неделю, что ли, да, как Лера? Да, где-то так. Лукин приехал поговорить с бывшим преподавателем колледжа Марком Спицыным. Я частный детектив, я с вашим мужем созванивался. А, да, да, мне сказали. Здравствуйте. А мне вообще-то ваш муж нужен. Он уже уехал. Ну, на обед он приедет? Нет. Спасибо, вы мне очень подробно все рассказали. До свидания. Не застав Марка дома, детектив поехал на его новое место работы. Здравствуйте. Я как бы частный детектив, хотел бы с вами пообщаться. Вы в курсе? Девушка пропала, да? А, это Валерия, да? Да-да-да, помню, помню, как же, конечно. Так она объявилась, наконец? Письмо прислала родителям. А вы, значит, последней, кто ее видели. Поэтому я хотел бы с вами поговорить. Не знаю, что это так? Ну, а как же, она пропала как раз после уроков. А последним урок был ваш. А, вот что вы имеете в виду. Ну, да, знаете, помню, помню. Она в тот день как-то немножко взволнованная, что ли, была. Хотя, вы знаете, я точно не помню. Потому что в тот день было, мы со старшеклассниками поехали на соревнования байдарочников. Вот, как раз последняя в том сезоне была гонка на байдарках. Вот, и вот мы потом два дня колесили по Волге-Матушке. Поэтому я особо, вот, как она тогда себя чувствует, как-то не помню. Ну, что, подведем итоги. Во-первых, подслушный мной телефонный разговор Завуча с директором колледжа. Говорит о том, что Завуч знает что-то, что директор колледжа скрывает от следствия. Вот и надо выяснить, что это. Ну, и потом вот это ты, Ващенко. А как вы догадались про беременность Валерии? Да я не знал про эту беременность. Так, версия. Ну, если Валерия прислала письмо, значит, она жива? А почему из дома сбегают молоденькие девицы? Проблемы какие-то, ссоры с родителями? Ну, любовь или, в конце концов, беременность скрывает от родителей и боится сказать. Вот она и сбежала. В общем, Лен, мне надо точно знать, была ли связь у Иваченко с Валерией. Наверняка Милиса обзвонила уже и больнице, и морге, но вряд ли она занималась частными клиниками. Вот этим ты и знаешь. По заданию детектива помощница обошла все частные клиники города, после чего отправилась поговорить с Ильей Иваченко. Секундочку. Кто опять? Что я сделал на этот раз? Спокойно, послушай. За неделю до исчезновения у Валерии ты доставил ее в частную клинику. Она была на третьем месяце беременности. Потом с ней что-то случилось, она очень плохо себя почувствовала и потеряла ребенка. И ты ее потом забрал из клиники. Господи, раскопали все-таки. Раскопали? Так ты отец ее ребенка? Нет. У нас с ней что-то начиналось, но потом как отрезало. Она влюбилась в кого-то, в кого не знаю. Потом как-то пришла ко мне, вся в слезах, заплаканная. Говорит, что идти ей некуда, помочь некому. Ну и дома все плохо. Ну и впустил ее. А у нее истерика. Все хуже и хуже. Но я отвез ее в частную клинику рядом с моим домом. И потом она пожила у меня пару дней. Больше я ее не видел. Студентка медицинского колледжа Валерия Кулакова исчезла два месяца назад. Попытки разыскать девушку не увенчались успехом, и ее отец обратился к детективам. На следующий день родители Валерии получили от нее письмо, в котором девушка сообщила, что у нее все хорошо. Поговорив с завучем и директором колледжа, где училась Валерия, детектив выяснил, что девушке очень нравился преподаватель латыни Марк Спицын, который после исчезновения Валерии сразу уволился. Следствие продолжается. Игорь Петрович приехал в дом Кулаковых, чтобы поговорить с матерью пропавшей девушки Антониной. Мне другое непонятно. Почему вы о пропаже дочери сообщили в милицию только на следующий день? Ну, я ждала. Я ждала, когда Лера вернется. А утром, когда муж вернулся с дежурства, сразу поехали в милицию. Странно как-то. Вы даже подруг не пытались обзвонить. Это что, значит, Валерия часто не ночует дома? Да нет, нет. Это было первый раз. Тогда тем более непонятно. Или вы что-то от меня скрываете? Нет. И вообще оставьте меня в покое. Что вы мучаете меня-то? Я мучаю? Да я пытаюсь вашу дочь найти. Воспользовавшись моментом, Лукин установил скрытую камеру. Детективы вели наблюдение за квартирой Кулаковых. Алло, это я. Послушаю, получила письмо от Леры. Ну, кто-кто? Детектив. Помощник его привез. Послушай, она пишет, что не хочет со мной, не хочет домой возвращаться. Меня замучили эти кошмары. Нам нужно встретиться. Почему мы там не можем видеться? Я буду осторожна. Скотина. Интересно, кому же она звонила? Уж точно не мужу. Я звонил в больницу. Он сейчас на операцию, его к телефону не подзывают. Игорь Петрович приехал в колледж, чтобы поговорить с директором Вячеславом Бариновым и завучем Фаиной Зименковой. Ну, где же ваша Фаина Юрьевна, а? Она что, все время опаздывает? Вы знаете, она никогда не опаздывает. Я не могу, я не понимаю, что происходит. Городской занят, мобильный не отвечает. Просто что-то случилось, наверное. Тогда, может быть, я к ней съезжу, узнаю, в чем дело. Да, наверное, так и нужно поступить. О, как! Дверь открыта. Ага. Фаина Юрьевна! Фаина Юрьевна, вы где? Федор, на мертвый, похоже, давно. Вот что, вызывай милицию, ничего здесь не трошь. Сама упала или помог-то? Ну, подумаешь, лестница. В девяти случаях из десяти, когда люди падают с лестницы, остаются живы. Дождавшись приезда милиции и рассказав все, что им известно об убитой Фаине Зименковой, детективы вернулись в колледж. Вы знаете о том, что ваш завуч убито? Убито? Постойте, как же убито, когда следователь сказал... Скажите, вчера вечером вы где были? Я был в театре. Позвольте, а что же я? Под подозрением? Я спрашивал вас раньше, спрашиваю теперь. У вас был роман с Валерией Кулаковой? Вы же прекрасно все понимаете, а? Этим делом займется прокуратура. Они все равно докопаются. Если вы говорите неправду, вам будет хуже. Хорошо, ваша взяла. Спектакль был ужасный, и я уехал, не дождавшись антракта. Куда? У меня была встреча. С кем? Я не могу вам это сказать. Придется. Так. Я не укавил, когда говорил, что у меня нет романа с Лерой Кулаковой. Ну, у меня история с ее матерью. Театр предлог. Вчера я был с Антонией. Да. Лукин позвонил Антонией не Кулаковой и договорился о встрече. Необходимо было проверить слова Баринова. Меня не интересуют интимные подробности. Просто скажите мне, как давно это у вас началось? Ну, я имею в виду вас и Баринова. Я понимаю. Ну, где-то несколько месяцев. А вчера? Вчера вечером где вы были? Вчера вечером? Он позвонил мне из театра и сказал, что спектакль ужасный, и мы можем встретиться. Мы встретились с ним в колледже, в его кабинете. Понятно. А муж ваш в это время где был? Муж. Муж был на очередной операции. Где же еще? У моего мужа роман с хирургией. А на меня у него, как всегда, нет времени. Понимаю. А скажите, ваша дочь догадывалась, что у вас роман? С директором колледжа? Угу. Вряд ли. Это началось после ее исчезновения. Ну, я не помню точно. Да? Да. А что вы мне так смотрите? Что, не верите? С чего вы мне скрываете, что-нибудь? Вот и я так думаю. Просто хочу выяснить, почему ваша дочь убежала из дома. Не смею вас больше задерживать. Сейчас не имею. Ну, что, какие новости? Ну, Марк Спицын, который преподаватель латыни, он все время был на конференции, а потом гулял с женой в парке. Ну, по крайней мере, так его жена говорит. Когда же ты успел к ней съездить? Я не успел. Она сказала, что куда-то убегает, поэтому мы пообщались по телефону. Понятно. Значит, мать Валерии подтвердила, что у нее была связь с директором. И они в тот вечер были вместе. Вы соседей опросили? Да, нашли одну соседку, которая видела, как в дом Фаины кто-то заходил. Но было темно, она не разглядела, кто именно, но ей кажется, что это, скорее всего, была женщина. И она споткнулась о порог и упала, когда заходила. Понятно. Есть мне на примете две женщины. Значит, Федор, ты установи слежку за матерью Валерии. Лена, а мы с тобой едем к жене директора. Лукин решил еще раз встретиться с женой директора колледжа Ингой. Пришла около девяти, точно не помню. Дверь почему-то оказалась открытой. Я вошла, в коридоре было темно. Я споткнулась, упала что-то железное. И больно ударила ногу. Из комнаты горел свет. Она лежала на полу. Скажите, а вообще, зачем вы пришли к Фаине? Я не знаю. Вы понимаете, я хорохорилась перед всеми. Говорила, что мне все равно. Это не так. Мне очень больно. К тому же муж стал неожиданно продвигать эту Фаину. Сделал ее своим заучим. Я не понимаю, почему он всегда называл ее бездарной курицей. Может быть, она шантажировала его? Я хотела с ней поговорить. Так, ну, что еще? Да. Я боялась, что мужа шашни с этой девчонкой, с Валерией. А Фаина узнала и шантажирует его. Что же вы успокоились, когда узнали, что Роман-то с матерью? Да не успокоилась я. Просто одно дело воевать с девочкой, которая младше тебя в два раза. Здесь у меня шансов нет. А другое дело с ее матерью, своей ровесницей. Да. Тут еще эта Валерия пропала. Я чуть с ума не сошла от неизвестности. Мужа пытать бесполезно, это бессмысленно. Он все равно ничего не скажет. Я решила поговорить с Фаиной и узнать, что известно ей. Да, вам нужен будет хороший адвокат. Я не убивала Фаину. У меня нет любовника, который может доказать мое алиби. Я пришла, она была уже мертва. Что мне было делать? Я ушла. Скажите, а вокруг никого не заметили? За углом стояла машина. Мне кажется, я узнала человека в ней. Так. Это был Марк Спицын. Что значит? Получается, что убийца Марк Спицын. Возможно. А мотив? Какой мотив? И почему сидел в машине, а не скрылся с места преступления? В машине мог поджидать кого-нибудь. Ну, сообщника, например. Да-да. Конечно, поджидал сообщника. Ладно, я думаю, надо с ним поговорить. А потом отвезем его домой. Домой? А почему не в милицию? Да есть у меня одна догадка. Два месяца назад пропала студентка медицинского колледжа Валерия Кулакова. Ее отец обратился к детективам. На следующий день родители Валерии получили от нее письмо. Когда девушка написала это письмо и кому оно было адресовано, остается загадкой. До тех пор, пока не погибла завуч колледжа Фаина Зименкова. Детективы нашли свидетеля, который видел, как в день гибели завуча к ней заходила жена директора Инга Баринова. Следствие продолжается. По заданию Лукина Федор вел непрерывную слежку за домом Кулаковых. Простите, но это необходимо. Я должна была прийти сюда. Это хорошо, что вы решились прийти. Слава, теперь ты можешь рассказать, где ты был, когда погибла Фаина. Как где я был с тобой? Слушай, хватит врать. Мне надоело это. Я, видимо, совсем ума лишилась, когда по твоей просьбе решила обмануть всех. Мало мне дури наказания. Дочь пропала. Нет, ну зачем мне Али? Если ты сама видела возле дома Фаины Марка Спицына. Он ее убил. Здравствуйте. А, здравствуйте. Скажите, а что вы делали возле дома Фаины Зименковой? Ага, кто вам сказал, что я там был? Надежный свидетель. Так что вы делали возле дома Фаины? Нет, я понимаю, вы не собирались ее убивать. Это было непреднамеренно. Ну, как иногда бывает, люди ссорятся, один другого толкнул. Это вы убили Фаина. Нет, нет, я не знаю ничего про это. Я что должен сказать? Понятно. Собирайтесь. Поехали, отвезу вас домой и заодно поговорю с вашей женой. Простите, вы, может, подождете минуточку? Просто я боюсь, что жена испугается, когда в компанию сыщиков приду. Я просто ее предупрежу и потом вы пойдете. Хорошо, хорошо. Ага, спасибо. Вы чего его отпустили? Не боитесь, что он убежит? Не убежит. Это как-то связано с той догадкой? Ну, смотри, видишь, он ту женщину. Угу. Ты узнаешь, кто это? Нет, конечно, я же лица ее не вижу. О, есть еще один вопрос. Какой? Представь, Лен, если бы к тебе должен прийти незнакомый мужчина, ты бы стал наносить на лицо косметическую маску? Да если бы предстояло даже со знакомым мужчиной встречи, я бы все равно не рискнула. То-то и оно. Простите, жена не дома, она куда-то вышла. Наверное, придется в другой раз, он с ней встретится. Я подожду, я подожду, ничего. Вы знаете, может, нехорошо, что так получается, но она просто может очень поздно вернуться и вот... Я все понял. Валерия! Валерия! Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все нормально. Валерия, выходите, я знаю, что вы здесь. Хватит этот маскарад устраивать. Валерия, доживай. Прости меня, мам. Где вы ее нашли? Да все это время она была с Марком Спицыным. Он даже с женой за нее развелся. А вам, господин Баринов, любовница сотряпала липое алиби. Так. Теперь слушайте меня, как все было. В тот день, два месяца назад, Лерочка раньше обычно пришла домой. И застала нас с Антониной. Вы понимаете, о чем я говорю. Угу. Это было омерзительно. Моя мать изменяет отцу. И с кем? Я думала, что сойду с ума. Что мне было делать? Вот, собственно, поэтому мы и сбежали из дома. А Тонечка сегодня решила мне это припомнить. Вы правы, я ушла из дома из-за этого. Но мама вам не мстит. Причем тут мама? Я знаю, кто убил Фаину Юрьевну. Да? Да. И кто же? Я договорилась с Фаиной Юрьевной встретиться. Но у нас с ней хорошее отношение. Когда я подошла к двери, услышала шум, прислушивалась, поняла, что этот парень ругается с ней. Потом грохот. Я спряталась за дверью, а он выбежал. Когда я зашла в квартиру, я увидела Фаину. Она лежала бездвижно. Я очень испугалась, услышала шаги. Я спряталась в другой комнате. Это была Инга. Она спотыгнулась, упала, увидела Фаину и убежала. Я поняла, что приедет милиция. У меня ничего не оставалось. Я тоже убежала. Так все и было. Мапочка! Ну, я вижу, что я здесь уже лишний. А вам, Боринов, я советую прийти в милицию. Я в госповинной. Всего доброго. Игорь Петрович, расскажите, я вот все думаю, как вы догадались, что у Валерии роман-то был с Марком Спицыным, а не с Ивашенко? Ведь за помощью-то она обратилась к Ивашенко. Ну, дело в том, что Марк и Ивашенко, друзья, об этом Валерия знала. А Марка в это время не было в городе, он же на байдарках помолки гонял. И к тому же, когда Валерия исчезла, Марк уволился сразу после того, как пропала Валерия. Правильно? Да. Но на новом месте Валерию никто в лицо не знал. В крайнем случае, можно нацепить на лицо косметическую маску. Валерия живет с родителями и по-прежнему встречается с Марком. Они собираются пожениться. Вячеслав Баринов нанял адвоката и ожидает решения суда. Продолжение следует... Продолжение следует...